В имя Отца и Сына И Святаго Духа Благодаря духовной отзывчивости И пастырскому попечению О духовном совершенствовании Вас, прихожим, Святого Храма Сего Всечестного Отца Настоятеля Святого Храма Сего Протеерея Бориса И во исполнение пожелания И указа Синода нашей Церкви Который вразумляет нас И говорит о том, чтобы В храмах проводились Миссионерские, так называемые Миссионерские богослужения Для того, чтобы люди, приходящие в Храм Божий Творили это разумно, как говорится В Священном Писании То есть с пониманием всего того Что происходит в Храме И в этом есть, я думаю, сердечное желание Каждого из вас Более глубоко узнать Наше православное богослужение Которому уже, скажем так Только в Новом Завете Две тысячи лет А, конечно же, богослужение Начиналось еще в раю Когда человек, созданный Богом Общался со своим Творцом и Создателем Обращался к Нему, молился И это были самые первые богослужения Когда, видя прекрасный, созданный Богом мир Человек радовался Прославлял и благодарил Его За те неисчастливые благодеяния Которые Бог не спасал человеку И мы с вами, приходя в этот Храм Божий Конечно же, должны осознанно участвовать в богослужении Само слово «Храм» означает вообще здание Вообще архитектурное сооружение И Храм Божий, конечно же По своему, даже внешнему виду Глубоко символичен Он не похож ни на какое другое здание Потому что это место, посвященное Богу Это место, где человек приходит, чтобы прикоснуться к небесному царствию Чтобы совершить молитву Чтобы общаться со своим Творцом и Создателем Над храмом всегда находится купол Который изображает небо Символизирует небо Если один купол, то это, конечно, в честь Господа нашего Иисуса Христа Основателя Церкви нашего Если три купола, значит, это в честь Пресвятой Троицы И так далее Количество куполов может выражать Или двенадцати апостолов Или Христа и евангелистов Если это пять куполов Но самое главное – это то, что, как молился еще в Ветхом Завете Соломон Когда он построил первый храм после Скинии Ветхозаветной Он молился о том, чтобы Бог призрел То есть милостивным оком взглянул на это место И когда люди будут приходить и молиться в этом храме Чтобы Бог воспринял их молитвы Когда мы с вами приходим в храм А сейчас мы видим, что очень много людей Ранее невоцерковленных Приходят в храм Божий И влекомые духовной жаждой Хотят совершить молитву Тот, кто всей душой старается вникнуть и понять богослужение Тот сердцем чувствует Все то, что происходит в храме Некоторые хотят и умом осознать И здесь, конечно, многих людей постигают искушение Они говорят, вы совершаете богослужение На непонятном нам церковно-славянском языке И нам трудно вникнуть в смысл происходящего в храме Но знаете, если, скажем, человек хочет чего-то достигнуть Он ищет способы и средства Если не хочет, он ищет причины отказаться от этого Мы знаем много иностранных слов в современном мире Там и дебет, и кредит, и всякие ипотека и прочие Иностранные слова И мало прилагаем усилий для того, чтобы вникнуть в мелодику В таинство церковно-славянского языка Это ведь особенный язык Язык, в котором нет пустых слов Нет бранных слов Это язык общения человека с Богом Это праязык Это и не русский, и не украинский, и не белорусский язык Это церковно-славянский язык Который принесли нам святые братья Кирилл и Мефодий И, пользуясь которым, мы обращаемся к Богу И вот нам необходимо опускать до нашего сознания перевод богослужения А нам необходимо подниматься до высот этого действительно божественного языка Потому что всякие молящиеся на нем Как бы переходят в особенную плоскость общения человеком с Богом И вот мы вошли в храм Божий Как видим, он состоит из трех частей Притвор, главная часть и алтарь, то есть святая святых В этом наши новозаветные христианские храмы Подражают тому ветхозаветному храму Который был сотворен по указанию Божию Еще во времена Моисея, еще в Ветхом Завете Когда мы вошли в храм Божий Необходимо понимать, что существует целый цикл богослужений Годовой, месячный и суточный Службы суточного круга Вечерня, повечерие, полуночница и так далее Все эти службы являются всего лишь подготовкой И настраиванием молитвенного состояния души верующего христиана Для того, чтобы участвовать в самой главной В самой центральной службе, основной службе Божественной литургии Божественная литургия, которую упорядочили В 4-5 веках святые Василий Великий и святый Иоанн Златоуст Она совершается и до сих пор В основном в течение церковного года Совершается литургия, отредактированная и составленная Святителем Иоанном Златоустом И она имеет трехчастную форму Вот сейчас вы уже слышали первую часть литургии Которая называется Проскомидия В переводе на русский язык означает принесение В древности там у входа в храм стоял жертвенник И на этот жертвенник люди приносили то, что они произвели своими руками То, что они вырастили своим трудом Они приносили хлеб и вино для того, чтобы в совместной молитве Участвуя и внося свою посильную лепту Для совершения богослужения Они приносили эти продукты питания Потому что это не просто хлеб и вино Это вещества, на которых совершается божественная литургия То есть таинство Евхаристии Мы помним слова Христовы, изложенные в Священном Писании Где Господь на тайной вечере взяв хлеб, благословил его и сказал Сие есть тело мое А взяв чашу, благословил, с вином благословил и сказал Сия есть кров моя, сие творите в мое воспоминание Во время совершения таинства Евхаристии И совершается великое чудо и тайна Притворение обычного хлеба и обычного вина В истинное тело и в истинную кровь Христову Господь настолько любит человека Что хочет наиболее тесным образом соединиться с ним Мы становимся единотелесными и единокровными С Богом, Спасителем нашим И друг со другом Так как больной человек, будучи на грани смерти Страдая от своей болезни Ему иногда врачи назначают очень действенную процедуру Переваливания крови здорового человека И после совершения этой процедуры Человек начинает выздоравливать Так для нас, больных грехом Бог дает свою кровь Чтобы мы вылечились, исцелились Выздоровели от самой страшной болезни От греха Однажды отцу Иоанну Кронштадтскому задали вопрос Откуда у тебя, отче, такая вера? И он ответил Из-за того, что я очень часто Совершаю литургию Причащаюсь к святых христовых тайн И живу церковной жизнью Прочитываю ежедневно, прочитываю минеи То есть книги, богослужебные книги В которых очень и очень подробно И излагается Жития святых угодников Божиих Которые святостью своей жизни показали И для нас путь В древности, в апостольские времена Святые апостолы Распределяли время молитвы По суткам В течение суток И вот в книге Деяний Мы читаем о том, как апостолы Шли там в третий, в шестой Или в какой-то другой час Шли на совместную молитву На молитву Каждая часть суток Освящалась молитвой И вот сейчас был прочитан третий и шестой час В древности исчисление времени Начиналось от восхода солнца То есть вот приблизительно Третий и шестой час соответствуют Девяти и двенадцати часам Нашего уже современного времени В третий час мы слышали Молитвословия и псалмы Которые напоминают нам О сошествии Святого Духа На учеников и апостолов Во время Пятидесятницы А в шестой час О распятии Христа Наверное, многие из вас думают Что это некая часть Не совсем важная На которую можно и опоздать И не прийти Нет Очень важный момент Происходит во время чтения часов Происходит в алтаре Священник Который приуготовлялся В течение определенного времени Для совершения литургии Для встречи со Христом Для совершения этого святого таинства Священник Сохранял себя В молитве В чистоте И воздержании Кстати, не только священник Это должен совершать Но и каждый из верующих Который приходит И в Храм Божий И наипаче Участвует В таинстве Евхаристии Должен соответствующим образом Приуготовить себя Для того, чтобы настроиться На то, что вот сейчас Я прикоснусь И соединюсь с самим Христом Священник, совершив положенные Входные молитвы Попросив у Бога Помощи и поддержки В предстоящем служении Входит в алтарь И одевает на себя Священные одежды Это одежды Которые не похожи На ту обычную одежду Которую носит Каждый из нас То есть Это священные одежды Которые как бы Отделяют его От остального мира И от всего того Чем он жил до сих пор В этом мятущемся И суетном мире Затем Принесенные Пять Небольших хлебцев Которые называются Просфора Собственно переводится С греческого языка Как приношение Эта просфора Имеет двухчастную форму Вы обратили внимание Одна и вторая В воспоминании того Что Господь наш Иисус Христос Истинный Бог Истинный человек Является и Богом И человеком И из этой просфоры Он вынимает Кубической формы Так называемый Агнец Который будет присуществлен В тело Христова Над этим совершаются Особые молитвословия Почему церковь совершает Литургию на пяти просфорах С одной стороны Каждая просфора Имеет определенное Назначение Из одной просфоры Вырезается Агнец Из другой Вынимаются частички О здравии и упокоении Всех тех сродников О которых вы просите Помолиться священника Из четвертой просфоры Вынимаются частицы В честь девяти чинов Апостолов, пророков, мучеников И так далее Из пятой В честь Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы Как и жизнь Христа Сначала была В неизвестности Скрыта А затем Господь был явлен Всему миру Так и сейчас Царские врата Закрыты И там В глубине алтаря Таинственно Совершаются Эти Молитвословия Эти Священно Действия Священник Приготовил Святые дары Для присуществления И затем Совершил Каждение Всего храма Это было Приветствие И почитание И икон святых Которые С нами А мы знаем Что икона Это образ Тех святых Которые с нами Сейчас Присутствуют На благослужении И каждого из вас Священник Погодил Выражая мысль Что он приветствует Вас Пришедших К фрам Как самого Дорогого Гостя Акадив вас Этим фимиамом Акадив Ладана И помолившись В это время И о всех Вас Священник Там сейчас Молился О здравии И упокоении И вынимал Частички Затем В конце Уже я об этом Еще скажу Эти частицы Будут опущены В чашу С кровью Христовой С великими Страшными Словами Отмы Господи Грехи Поминавшихся Здесь Кровью Твоею Честную Великое Страшное Таинство Произойдет Потому что Все О ком мы Сегодня молились О ком молился Священник Они Их грехи И живых И усопших Будут омыты Кровью Агнца Спасителя Нашего Принесшего Себя В жертву За грехи Всего Мира Во времена Святителя Василия Великого Произошла Потрясающая История Однажды Один купец Попросил Молодого Еще Священнослужителя Попросил Чтобы он Молился О нем И о его Сродниках И дал ему Большую сумму Пятьсот Золотых Монет Священник Отслужил Всего лишь Одну Божественную Литургию Вынул Частички Помолился О том О ком просил Этот купец И вдруг Скончался Опечалился Он Пришел И стал Требовать Ты же Я же давал Я же просил Молиться Всю жизнь Священника А вот он Пристался Он пришел К его супруге К матушке И стал Требовать Назад Эти деньги Она не могла Вернуть Потому что Были Эти средства Израсходованы На погребение И на раздачу Долгов И так далее Но тот Не унимался Не выполнена Работа Верните Деньги И тогда Она пошла Эта женщина Пошла Со своим горем К святителю Василию Великому И тот говорил Завтра На литургию Приходите Оба И пусть Он приходит На службу Когда пришел Этот купец Святитель Василий Великий Вынул Частички О его Здравии О его Сродниках А теперь Говорит Возьмите Весы И на одну Чашу весов Эту частицу Поместите О его Здравии А на вторую Чашу Ты купец Клади Золото Все Которое У тебя Есть И произошло Чудо Сколько Купец Не клал Золото На эту Чашу Весов Все равно Эта чаша Не могла Перевесить Одну Единственную Частицу Которую 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 Вынул Святитель За здравие Этого Человека Разумился Он И понял Ту великую Благодатную Силу Которую Имеет Церковь В молитве За усопших И вот Сейчас Начинается Вторая часть Божественной Литургии Литургия Оглашенных Первая часть Проскомедия Прошла Начинается Литургия Оглашенных В древности На этой Литургии Могли Присутствовать Те Кто Ну конечно Был уже Крещен Был членом Церкви И те Кто еще Готовился К принятию Таинства Крещения Те Кто еще Только Проходил Оглашение То есть Слушал Лекции О основах Христианской Веры Они В этой Второй части Божественной Литургии Которая От начала Сейчас И до Херувимской Песни В этой части Совершались Чтение И пение Псалмов Чтение Священного Писания Молитва О живых И о усопших И все Могли в этом Участвовать Затем уже Когда Подходило Время К третьей части Собственно Совершению Таинства Евхаристии Но об этом Я чуть попозже Скажу На этой Второй части Литургии Которая Начнется Возрастом Благословенно Царство Благословенно Царство Отца И Сына И Святого Духа Ныне И Присно И Вовеки Веков Священник Призывает Нас Не просто Быть Статистами Не просто Стоять Здесь В храме Призывает Нас Благословлять Стремиться В Царствие Божие А гражданами Небесного Царствия Мы можем Стать Всякий Раз Как только Этого Захотим Если мы Этого Не захотим Начнем Грешить Начнем Удаляться От Христа Мы Будем Лишены Этого Гражданства Царствия Небесного И как только Мы покаемся И вновь Вернемся В Церковь Вновь Мы будем Ее Полноправными Членами Начинается Эта вторая Часть Ектинией То есть Прошениями Молитвами Мирной Так называем Мирной Миром Господу Помолимся В мире И миром Все вместе Мы должны Молиться Об иерархах Наших О мире Всего мира А сейчас Это особая Для нас Больная Тема О том Чтобы действительно Мир Царствовал На земле Многострадальной Нашей О том Чтобы и погода Была благоприятствующая Для Чтобы земледельцы Вырастили урожай О тех Кто Находится В путешествии В плавании Тех Кто находится В болезнях А всех Их Церковь Помнит И словами Этой Их Тени Призывает Нас Участвовать В молитве Затем Хор поет Благослови Хвали Это псалмы И затем Нагорная проповедь Начинающаяся Словами Разбойника Во царстве Твоем Помяни Нас Господи Игда Приидешь Во царстве Твоем И затем Слова Нагорной проповеди Блаженны Нищие Духом То есть Это те люди Которые Знают Что все то Что им Бог Дает Все те Способности И возможности И здравие И ум И талант И все это Дается Богом Все Господь Мы должны Только Приумножить Блажен Плачущие То есть Те кто Плачут Не от бессильной Злобы Когда нас Обижают А плачут О своих грехах Что ими мы Отталкиваем От себя Благодать Божию Все вот эти Прошения Они говорят нам Они напоминают нам Нагорную проповедь И в них Сконцентрировано Все христианское Учение И Изложена Лестница Добродетелей По которой Мы должны Подниматься К Царствию Божию Затем Малый Ход Малый Вход Когда священник С Евангелием А перед ним Идет Панамарь Со свечами Переносит Евангелие И кладет Его на престол Раньше Как я вам говорил У входа Был жертвенник На него Складывали Свои приношения И Когда отбиралось Самое лучшее А мы знаем Что В жертву Богу Приносится Все самое лучшее Потому и Купола Наши Храмы Покрыты Золотом Потому И такое Богатое Обрамление Храма И устройство Храма Потому что Самое лучшее Самое Чистое Святое И дорогое Все приносится Жертву Богу И вот Эти дары Хлеб и вино Лучшие Отобраны Для таинства Совершения таинства А затем Священник Берет Евангелие И переносит Жертвенника Переносит На престол Ну сейчас Это все Уже Несколько Видоизменилось Но в воспоминании Этот малый Вход Остался Он нам Напоминает О чем Вот как Свеча Впереди Священника Это Иоанн Претеча Сигнализирует Иоанна Претечу Который Пришел До пришествия В мир Христа И сказал Покайтесь Уже Приблизилось Царствие Небесное Вот Грядет Искупитель Всего Мира Конечно В Евангелии Сконцентрировано Все Христово Учение Далее Поются Тропари Это Изменяемая Часть Литургии Все остальное Конечно Кроме Запричастного Стиха И чтения Священописания Неизменяемое Тропари Которых Мы вспоминаем Сегодняшних Дневных Святых Которых Мы празднуем Вновь мыслью И чувствами Обращаемся С молитвой К ним И далее Три святое Святые Божии Святые Крепки Святые Бессмертные Помилу нас В 446 году В Константинополе Было страшное Землетрясение Люди были в страхе И в это время Один благочестивый Отрак Увидел Как Ангелы Восхваляют Бога Поют Святые Божии Святые Крепки Святые Бессмертные Люди Узнав Об этой Ангельской Песне Добавили еще От себя Помилуй нас Когда начали Петь эту песню Землетрясение Утешилось Успокоилось И мы Молясь В это время Взывая к Богу Должны Просить Чтобы Господь И Волнение Наших страстей Нашей души Своей Благодатью Утешил И успокоил Продолжается Вторая часть Божественной Литургии Литургия Оглашенных На этой части Литургии Как мы уже Говорили Были пропеты Антифоны Прочитаны Псалмы Прочитаны Отрывки Из Священного Писания Положенные Именно Сегодняшний День И Далее Священник Молится О здравии И упокоении Всех тех Членов Церкви Всех Прихожан И мы Должны Особенно Участвовать В этом Молитвенном Порыве Потому что У каждого Из нас Есть Сродники Которые Нуждаются В наших Молитвах Особенно Тех Кто Там Вне Пределах Церкви Особенно Тех Кто Сейчас Не с нами И не разделяет С нами Радость Молитвенного Общения Тех Кто Безразличен Тех Кого Суета И Прочие Страсти Не допускают Молитвенного Предстательства Пред Богом Здесь В Храме Божием Они Находятся В духовном Расслаблении Им тяжело Заставить себя Поднять себя Подняться От Адра Не только Вещественного Но и от Адра Болезни Духовной Расслабления И о них Мы должны Молиться Великая Сила Молитвенного Предстательства Церковного Существует И мы должны Об этом Помнить Потому что Здесь В Храме Божием Может быть Не очень Может быть Слабая Молитва Каждого Из нас Многократно Увеличивается Тем Что мы Находимся В Церкви С нами Те угодники Божии Пречистая Дева Мария И те угодники Божии Иконы Которые Находятся Здесь В этом Храме И они Усиливают Нашу Молитву Их тенья Об оглашенных Я уже Немножко Говорил Что это Те люди Которые Еще не Крещены Еще не Вошли В духовное Пространство Церкви Сейчас Священник Будет И о них Молиться Чтобы Возглашая Затем Дойти С нами Славят Пречестное Великолепое Имя Отца И Сына И Святаго Духа Священник Будет И мы Все вместе С ним Будем Молиться О том Чтобы Господь Тех Оглашенных Тех Кто За пределами Церкви Ввел Посредством Бани Паки Бытия То есть Посредством Крещения Ввел В это Духовное Спасительное Пространство Церкви Чтобы И они Вместе С нами Восхваляли Пресвятую Троицу Врачу Души Телес Со умилением Сердца Согрушенным Тебе Припадаем Из телящего Пиемти Исцели Болезнью Врачи Страсти Души Телес Кобовка И болящий Коллеги Евгения Валентины Петра Спаси И Аллу Вер Вер Николая Сам На Тебе Антония Наталья Путешествующая Виктория Путешествующая До Вадима Валентины Вер Николая Хатини Ватерия Василия Матушки И Андрея Но когда Будет Обращено К ним К оглашенным Елице Оглашение Из идите То есть Уйдите Сейчас начнется Самая важная Часть Божественной Литургии Сейчас будет Таинство Тела и Крови Совершаться Вы еще Не крещены Выйдите Оглашение Из идите Преклоните Главы Здесь Мы должны Внимательными Быть Не мы должны Преклонять Головы Те кто Уже Крещен А пусть Преклонят Головы Те кто Еще Не крещен Наклонят Головы Помолятся И пойдут Восвоясь Потому что На этой части Им Не положено Присутствовать И вот Когда Церковь Предложит Им удалиться Зададим Вопрос И мы Каждому Себе Да Я крещен Церкви Да Я Я являюсь Членом Христовой Церкви Но по Совести Имею ли я Право Сказать О том Что Да Вот я Среди Твоих Рабов Господи Не удаляю ли я Себя Из этого Спасительного Ковчега И спасительного Корабля Церковного Своими Грехами Своими Страстями Зададим Зададим И себе Этот Вопрос Помолите Помолитесь О Обношение Господи Помолитесь Обношение Господи Милая Тих Погласит Их Словом Истины Открыет Их Евангелие Правды Стоит Истинитых Святей Своей Собор И Апостоль И Церкви Спасибо Милой Заступи И Закрой Боже Верю Благодатию Господи Ковчега Оглашение Игновы Ваша Господи Ви Преклоните Тебе Славу Воссылаем Отцу И Сыну И Святому Духу Ныне И Присно И Во Веки Веков Закончилась вторая часть Божественной Литургии Литургии Обоглашенных Священник Открыл Царские Врата В знак Того Что теперь Мы С вами Входим Уже В особое Пространство Открытое Царствие Небесное Мы Теперь Услышим Слова Великой Дивной Херувимской Песни На И На И И И И И Мы Должны помнить о том, что Херувимская песнь Это то молитвословие, которое напоминает нам о том, что не только среди нас находятся святые ангелы Херувимы и Серафимы, предстоящие перед престолом Божиим и престолом храма сего. Они, не только они помогают нам молиться и усиливают нашу молитву, но и мы с вами таинственно изображаем Херувимов. Так и переводится эта херувимская песнь. Мы слышим и же Херувимы, тайно образующие и животворящие троицы, три святую песнь припевающие. В русском переводе это будет звучать так. Мы, которые таинственно изображаем собою херувимов, воспевающих три святую песнь, творящей жизнь троицы, оставим теперь всякую думу и заботу о всем житейском, чтобы поднять и прославить нам Царя всего мира Христа, невидимо копьяносимого чинами ангелов, которого торжественно прославляют, воспевая хвала Богу. Действительно, это удивляет и поражает, что мы, будучи грешными, слабыми людьми, мы таинственно изображаем собою херувимов. Многие в недоумении останавливаются перед этой мыслью, но действительно священные слова херувимской песни приоткрывают нам эту великую тайну о том, что мы, несмотря на свою греховность, несмотря на свою приверженность к греху, мы все-таки, нам открываются великие тайны Царствия Божия, нам открываются великие возможности, преодолев грех, быть участниками службы служения ангелов. Как телом мы пребываем в храме, здании Божьем, так наша богоносная душа во всем, кроме греха, подобное ангелам небесным, пребывает в живом храме тела, если он чист и свят. Великую радость, великую перспективу дает нам Бог, чтобы мы уподобились святым ангелам, если отложим, отбросим от себя всякую суету, всякую заботу. Никто не священник, никто из нас христиан, если он связал свою душу, полет к Богу своей души, связал греховными вожделениями и пожеланиями. Никто не достоин предстоять перед Богом. И мы и молимся о том, чтобы Господь очистил и освятил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С Агнецем Чашу, исходит с северными дверьми и заходит царскими вратами. Это время напоминает нам о том, что Господь наш Иисус Христос, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения. Это Господь сейчас идет на свою Голгофу, чтобы принести себя в жертву за грехи всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok И далее мы слышим слова, которые непонятны. «Якода царя» идет вторая часть Херувимска «Якода царя всех подымем ангельскими невидимо дари носи мочинми». Что это за слова ангельскими невидимо дари носи мочинми? В древности, во времена Христовы римские воины своего полководца, Триумфатора, который вел их к победе и который побеждал, сажали на круглый щит и поднимали его на копьях очень высоко. И такая, значит, ликующая процессия входила в Рим, чтобы показать о том, что вот он наш победитель и мы вместе с ним. И все видели, да, это победитель. Таким же образом и священник высоко поднимает дискос, на котором Агнец Божий победитель греха и смерти дьявола и царства его. И вот эти воины, которые поднимали, им уподобляться и мы должны, внося в сердце своем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, в ход знаменует шествие Христа в Иерусалим на страдания и смерть. Далее, Ихтиния с просьбой об освящении святых даров, чтобы Господь даровал эту благодать. И по нашей молитве, по нашей просьбе ниспослал Духа Святого и освятил святые дары. Священник возглашает, «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемым». Без любви к ближнему нельзя говорить о любви к Богу, говорит апостол Иоанн Богослов. Как ты говоришь, что ты Бога любишь, а брата своего ненавидишь. Церковь напоминает нам, вот сейчас, перед великим моментом совершения Таинства Евхаристии, пусть изгоним из своего сердца всякую злобу, раздражение, зависть, обиду на ближнего своего. С любовью простим каждому ближнему своему, простим всякий грех против нас. И тогда Господь простит нам и наши грехи. Возласть двери, двери, премудростью водным. Вот сейчас открываются входные двери, закрываются входные двери, люди заходят, люди выходят. Большей частью, конечно, в этот важный момент все должны сосредоточиться именно на молитве, чтобы не было этих хождений, чтобы никто не толкал друг друга, чтобы никто не отвлекал друг друга. И потому в древности стояли специальные люди и закрывали двери, и не давали возможности вот этому бесцельному хождению, и не отвлекали от молитвы. Конечно, мы ждем, чтобы хотя бы в один на десятый час одумалась душа и пришла в Храм Божий. Но мы, слыша эти слова, «Двери, двери, премудростью водным», будем блюсти двери своей души, чтобы не входили туда ни помыслы рассеянности, чтобы закрыли двери нашего сердца для этой суеты и открыли их Богу. И вот как воины перед тем, как идти на важное, серьезное сражение, они перед этим произносят присягу, вдохновляются на этот подвиг. Так и каждый из нас будет исповедовать сейчас символ веры, отождествлять себя со всей Церковью при помощи этого символа нашей веры. И в жизни будущего века, аминь. Сейчас начнется третья, самая важная часть Божественной Литургии, на которой и произойдет великое таинство присуществления хлеба и вина в тело и кровь Господнем. Священник призовет нас к тому, чтобы мы стали, станем добре, станем со страхом, будем внимательны. Святое возношение приносится в мире. И от лица молящихся хор будет говорить «милость мира, жертву хваления». То есть это дар взаимной любви, те дары, которые первые христиане приносили в храм, как знак мира и любви друг к другу, сейчас будут принесены и совершена над ними освящающая молитва. Еще священник призывает «горе имеем сердца». К Богу, к Небесному. И народ отвечает «да, мы действительно настроились уже, има мы ко Господу, мы имеем свои мысли и чувства, вознесенную к престолу Пресвятой Троицы». И далее зовет священник «благодарим Господа». Основная мысль Евхаристии – это действительно благодарение. Даже в греческом языке слово «евхаристо» означает «благодарю». Мы благодарим Бога за те великие милости, которые Он дарует нам во все времена нашей жизни. Мы благодарим и за это таинство тела и крови. Мы благодарим за Его снисхождение к нам, за то, что Он соединяется с нами в таинство тела и крови крестовой. И далее победную песнь поющего, пьющего священник-звездицей над Ангцем совершает крест. Наше благодарение сейчас уже сливается с хором святых ангелов. Свят, свят, свят Господь Саваоф, слышим мы в это время от нашего лица, поет в это время хор. Эти слова из апокалипсиса, из откровений Иоанна Богослова, который видел перед престолом Божиим животное, подобное льву, тельцу и орлу и лицо человека, поющие ангела в виде орла, вопиющие ангела в образе тельца, взывающие ангела в образе льва и глаголющие ангела в образе человека. Действительно, в этот важный момент литургии ангелы предстоят перед престолом, и священник вспоминает ту основополагающую в христианстве ночь, когда Спаситель наш был предан на распятие. Священник молится о том, чтобы Господь благодать Святого Духа не спасал на дары святые и на каждого из нас. Потому так особенно важно и нам в это время бодрственно и молитвенно предстоять перед Богом, соединяясь в этой молитве со своим пастырем. Затем священник благословляет священнической рукой, приложив духом своим святым, трижды произносит слова «Аминь», и в это время благодатью Святого Духа уже не хлеб и вино, а истинное тело и истинная кровь находятся на престоле Божьем. Эта жертва имеет благодарственное, умилостивительное и очистительное значение для всех нас. Священник молится, вспоминает не только праведников, но и всю Церковь молится о живых и усопших. И вы в это время тоже можете присоединить свои молитвы к молитве священника и тоже молиться о своих сродниках и живых, и усопших. Это молитва, которую научил нас сам Господь наш Иисус Христос, Отче наш и Женеси на небесах. Но самое главное, мысль этой молитвы, мы обращаемся к Богу не как к грозному судьи и воздаятелю за грехи наши, а как к небесному Отцу. Затем священник говорит, святая святым, поднимая тело Христова над дискосом, он говорит нам о том, что это святыня, тело Христова, к нему имеют право приказнуться только святые. И мы со смирением преклоняя главы своих Господи, а кто может быть таким святым? Только Ты един свят, только Ты един Господь Иисус Христос. Славу Бога Отца. Аминь. Священник исходит, износит чашу с телами кровью и приглашает всех нас со страхом Божиим и верою приступите, приступите, соединитесь со Христом в этом Таинстве. Тех, кто подготовился, тех, кто исповедовал свои грехи, соединитесь со Христом. Хор от нашего лица говорит, вот мы увидели свет истины, мы прияли Духа Небесного. И священник молится о нас, чтобы Господь благословил нас, и мы с миром пошли к себе домой и сохранили эту благодать Божию. И, кстати, в этой молитве священник молится и о святи любящих благолепию Дома Твоего. То есть он упоминает и о тех особенных христианах, которые любят благолепие Дома Божие. То есть не только любят смотреть на эти прекрасного письма, иконы, на этот благоукрашенный храм, но и посильно участвует в этом благоукрашении. То есть священник молится о благотворителях, о благоукрасителях, о жертвователях святого храма всего и благословив их, прочитав молитву, отправляет, благословляет исходить из храма. Затем в некоторых храмах есть обычай в конце литургии раздавать антидор. То есть это та часть просфоры, из которой вынимался Агнец. Для тех, кто не причащался святых христовых тайн, для них хотя бы вот прикосновение к этой святыне должно послужить неким утешением. Любое священное действие имеет богатую, очень глубокий смысл и богатую историю. Действительно, если кто из вас пришел, не просто, скажем, успокоить свою совесть, что я посетил, выполнил заповедь и посетил воскресный день храм Божий, не просто, скажем, отметиться, грубо говоря, в этот воскресный день, я пришел для того, чтобы принести в сердце свою службу Богу. Тут, наверное, осознал, насколько велика милость Божия, что сей благодатный, божественный храм, в котором мы находимся, стоит, находится, построен в этом месте, что мы можем прийти и вознести свою хвалу Богу. Если здесь для нас общение с Богом и Его святыми лишь тягость или тягостная обязанность, то разве там будет нам это в радость? А для всего этого и существует церковь, и существуют пастыри, поставленные нам от Бога. Да, мы читаем Священное Писание, да, мы читаем Жития Святых Отцов, мы можем судить о тех или иных духовных явлениях, но мы также и можем прочитать, скажем, какие-то медицинские книжки, полистать справочники, а вот это лекарство от живота, это от головы, грубо говоря, это при таких заболеваниях, это при таких заболеваниях глуп человек будет, если он начнет своим собственным умом руководствоваться и принимать бесконтрольно те или иные лекарства. Для этого существуют врачи, которые, исходя из индивидуальных особенностей, именно из особенностей именно вашего организма, пропишут вам то или иное лекарство, то лекарство, которое поможет именно вам, а не то, которое помогло соседу. Но такую аналогию я привожу для того, чтобы мы поняли о том, что и в случае приема духовных лекарств, покаяния, смирения, борьбы с грехом, здесь необходима помощь нашего духовника, наших пастырей, чтобы они, учитывая особенности нашей и духовной, и телесной жизни, руководили нами, то есть вели нас за руку к спасению.